Мимо праздника на улице Попова не пройдешь. Музыка и огни гирлянда позначили точное место, где в этот вечер интересно и весело. Мы сегодня устроили праздник в честь, можно сказать, победы задуманного. Мы затеяли непростое дело. Появилась идея прекрасная сделать наш дом сказочно красивым, украсить наши прекрасные елки. Двор был очень темным. Хотелось добавить сказку, потому что такие огоньки, и когда все светло и сказочно, немножко будоражит в нас какие-то детские чувства. И захотелось, чтобы не только где-то была такая красивая иллюминация, но и в нашем дворе тоже. Десятки ребятишек вышли на праздник и встали в хоровод. Впрочем, в морозный вечер были востребованы энергичные танцы. Музыка. Двор выиграл конкурс проектом «Новогоднее чудо для детей и взрослых» и получил на благоустройство территории 90 тысяч рублей. Всего для реализации задуманных идей потребовалось около 200 тысяч. Часть суммы собрали сами жители домов. Во дворе появился сказочный городок, в котором так весело играть в ручеек. Жители дворов собрали подарки для одиноких пенсионеров, которые находятся на учете центра ЮНОНа. Для них же провели благотворительную акцию, которую организовали своими силами. А еще дети комплекса из соседних домов рисуют для одиноких пожилых людей новогодние открытки и делают сувениры. Потом мы сделали открытки из этих картин. Вот посмотрите, какие они сделали поделочки, даже написали бабе и деду. Это так мило. Жители дворов готовы поделиться опытом благоустройства и проведения подобных праздников со всеми желающими активистами. А опыт действительно любопытный. К слову, взять даже гирлянды на елках. Как выяснилось, чтобы не вредить птицам и деревьям, здесь нашли специальные украшения. Эти гирлянды сделаны из каучука. Организаторы планируют провести праздник еще два раза – 23 декабря и 6 января.